Добрый день, мои любимые зрители! Мы вновь у моего очага, казана. Я в прошлое видео, когда делала блюдо, овощи с мясом, сказала, что в следующий раз буду делать гречку. Но как полезно за гречкой, я увидела, что у меня есть перловка. 2 килограмма, или 2 килограмма гречки, или 2 перловки. Я почему так захотела перловки. Поэтому будет у меня сегодня плов с перловкой. Я перловку люблю больше. Ешьте правильные углеводы, и будете жить долго, и счастливо, и будете здоровы. Это последний вывод от моего мужа, который проходил диспансеризацию в эндокринологическом центре. Ой, буду делать с курицей, ребят. Курица, уже разрезанная на кусочки здесь, одна курица бролерная. Вот какое мясо в этом году мы с мужем вырастили. Одна курочка и столько мяса, почти 3 килограмма. Ну, я решила использовать все, чтобы там и грудка, и ножки, и все-все-все там было. Поэтому давайте начнем готовить, а болтать нам сегодня некогда. Так, накалилось у нас здесь уже масло. Первым опускаем лук. Лук размяк, уже по чуть-чуть начал поджариваться. В это время опускаем мясо. Готовлю я сразу много. Если уж разжигать казан, если тут уж шлепаться, готовить, то зачем здесь делать на полкило. Делаю сразу много. Что-то оставлю. Сейчас поесть, а что-то закатаю в банки. Я теперь уже знаю, в банки закатывать. Очень вкусно получается готовое блюдо. Намного вкуснее. Подброшу дровишек. Вот, вываривается водичка. Посмотрите, свой домашний бролер, собственный. Вот сколько воды в нем много. Это пока он выкипит, сколько времени пройдет. Ничего я воду не доливала, ничего. Вот столько воды выкипает. Так, мне уже не дождаться, когда поджарится. Я уже даже воду немножко убрала. Опускаю морковь. Сейчас 5 минут морковь будет готова. И перловку. Сейчас перловку сколько будет готовиться. Перловка у меня только помыта. Все, я ее не замачивала, ничего. Немножко морковь у меня потушилась. Все, заливаем водой. Скипятила воду, чтобы она горячая была. Сейчас мы это все солим. Пробуем. И засыпаем перловку. И специи мы только перец кладем. Соль и перец все. Все, и перловка пошла. Перловки здесь 2 килограмма. Ох, будет. Наверное, еще из казана вылезет. Ну и все. И до готовности. Итак, наш перловый плов готов. Уже даже прикипело. Ой, как вкусно. Ну, с курицей, конечно, варить... Ой, то еще удовольствие. Она распадается на волокна. Так, тарелки буду класть большие, которые с костями. Там, а если у нас останется, конечно, останется. То пойдет по банкам, без стима. Хорошо. И без костей, да? Нет, без костей. Так, я туда их сдвинула уже. Ну, все, приглашаю вас к столу с нами отведать. Низко же опять, ведь низко. Надо как-то по-другому камеру ставить. Вот перловка, прямо как... Ну, она, собственно, никогда не разваривается, да? Да, пробуй мясо-то, пробуй, пробуй, пробуй. Вот как вкусно. Феномен. На курице пахнет курицей. Ну, не магазинская курица. У нас вот Миша сказал, я не буду курицу вашу есть. Он вообще ничего не хочет нашей есть. Потому что ты сказал на камеру, что курица жесткая, ну, она твердая. А я беру магазинскую, потому что, чтобы не жевать, чтобы в зубах не застревало мясо. Перловка в этом составе вкусная. Ну, вот какое мясо, не знаю. Мы до того привыкли есть магазинскую курицу. Мы знаем, что она невкусная, нам она не нравится, вот это вот мягкое, жеванное такое. Но, но здесь она, ну, все равно она и по вкусу не магазинская пахнет. У фабричных курицей как-то другой вкус немного. Вот я в этих магазинских курицах эту шкуру все снимаю. Все, я ненавижу все живинки, все убираю. Здесь, наоборот, я все оставила. И шкура стаяла, вот сейчас как раз съела кусочек шкурки. Очень вкусный. Ну, со шкурками. Кстати, кто-то говорил, свои бролеры, это, ой, много жира. Да ничего там, в них жира нету, наоборот. У задницы немножко, вот эти вот, и все. И шкура сегодня не такая жирная, как, наоборот, мы покупаем. Вот там жирная. Покупаем жирнее намного. Они меньше по размеру, но жирнее. Как вкусно, мне нравится очень. Обалдеть. Сказали же в эндокринологическом центре, чтобы жить долго и счастливо, и не болеть, ешьте правильные углеводы. Кашки, ребята, кашки. Или быть, чтобы организм правильно работал. Без углеводов нету жизни. А я вот все удивлялась, когда твои родители все кашку ели. Вот сам организм просил, видимо, да, и вот у нас тоже. А моя мать не ела кашу. Другой совсем вкус. Ни магазинский куриный, ни несушка, которую вот тоже, ну, как несушку выращивают на мясо. Ни свинина, ни индейка, ни кроли. Что-то свое. Абсолютно свой вкус. У нас, правда, все бройлеры получились крупные. Ну, может, последние там курочки есть, маленькая, одна. Некрупную бабу. Вот запечь на соли. Вот все делают, свои курицы, говорит. На соли запекают, не солят, не перчат, ничего. Просто на соль кладут и запекают. Ну, это я еще в чете мы жили, я про это знала. Но никогда не делала. А вот, говорит, свой бройлер, говорит, не наестись вот так сделать, запечь будет очень-очень вкусно. Надо попробовать, только маленькую. Редиску закусываем. В этом году поставили теплицу для того, чтобы наесть из редиски. Вот где вкусная редиска получилась. Два круга уже мы ее вырастили. Случная. Крупная, красивая, вкусная. Ну что, давай будем прощаться. То что, дразнить людей, да? Может, кто-то перловку не любит, а мы ее любим. Мы обожаем. Нам вкусно. Я, конечно... Я, конечно, никакие рецепты не даю у мангала, там, ничего такого. Я просто делюсь тем, что мы готовим и что едим. Сейчас подряд я буду делать что-то и в банки закручивать. Сейчас выберем немножко, оставим себе. Остальные я уже... Тут уж точно много. Я и в прошлый раз... У меня получилось 4 баночки. И сейчас сколько-то там получится. Ну, банки 5-6, я думаю, упакую. Все в запас, все в запас. Ходила попрощаться, сама опять ложку схватила. Спасибо, что были со мной. Посмотрели, послушали. На природе вместе с нами поели. Вкусно. Опять здесь такое дело. Пока-пока.